тема сегодняшнего занятия это так называемые тегированные структуры то есть очень часто нам хочется скажем в массиве хранить структуры разного типа вот в пайтоне это вообще не проблема написать 1 тут написать какой-нибудь тоже встроенный список да там 8 7 к засуда вообще вставить например словарь отображающий например он но он ну пока не важно что это такое важно что это структура отдельного вида что не пай там вообще говоря он умеет распознавать типы всех элементов и умеет печатать просто берем печатаем эту конструкцию запускаем ну и мы видим этот самый список здесь у нас опять же тоже он вот как принципе храним да эти конструкции распознает их ошибку надо исправить вода спустить все объекты в чистом объект ориентированном языке которым является python 3 все что вот есть это все является объектом в том числе класс тоже является объектом класса метакласс объект ориентированном программировании мы еще не изучали но важно то что вот есть целое число то есть это не просто число набор битов это некоторая конструкция хранящая набор битов но вокруг нее еще есть определенная структура в том числе ссылающиеся на идентификатора своего класса значит класс как прежде мы понимаем как у некоторое общее свойство между объектами этого класса ну как множество да то есть множество содержит себя объекты обладающие каким-то общим свойством вот собственно 187 этот объекты класса интеджер амхалу кей ванцу это объекты класса string вот а сам по себе это объекта объекты класса список также вот этот элемент является списком а это у нас словарь пойти не то есть мы когда здесь в программе создаем вот эти вот конструкции мы создаем экземпляры определенных классов то есть помимо то что мы здесь видим еще есть куча как бы за кадром происходящих вещей эти языки с более скажем близким к типизации до синтакси самой семантикой номер такие как хаскер они в себе имеют специальные конструкции есть ключевое слово дейта мы например хотим задать некий тип так как все списки внутри хаскеля каждый элемент должен быть одного и того же типа нам хочется чтобы внутри каждого элемента мы могли разные по своему качеству значению хранить мы можем задать например такой тип данных как вылил или балл просто следующим образом то есть им импеджер потом нас ну это вы уже видели в прошлом прошлой лекции вон где мы однотипные однотипные структуры записывали в массив просто надо здесь у нас есть некоторый выбор и вариант выбора зависит от этого префикса стр ну там еще какой-нибудь саш чар можно сделать ну тут опять же список какого-то типа да можно задавать вот в принципе можно писать что-то вроде такого но просто мы этим сейчас не будем заниматься это так называемый параметризированный тип и указываю этом параметры что для списка будет вот какой-то конкретный тип задаваться пока так делаем пока у нас будет driving class show мы не будем никаких специальных пока конструкции делать для отображения информации так ну и нам собственно какой-нибудь примерно на задавать то такой список этот она несколько строк разнесу чтобы понятнее было то есть им например 10 запятая hello ch например а и тут можно еще концевать что то есть int 20 мы и печатаем его на экране оказалось что вот так скобку ставить нельзя ее пододвинул и навел потом красоту вот что получилось то есть мы а преобразуем в строку сначала и потом эту строку печатаем ведь получилось то есть ингестер hello ch а и на 20 теперь давайте реализуем шоу для него instance то есть типы данных вал для шоу и если мы в стиле сделаем пайтона да то получится мы и должны шоу и написать и все остальное кстати по аналогии скобки надо ставить скобки скобки с можно с написать можно в принципе кавычки сюда добавить как хотите в зависимости от ситуации шоу шаш c здесь шоу цены пишу ну да здесь тоже шоу с напишем чтобы симметрия была запускаем что получилось и чек получилось 10 hello a 20 ну то есть шоу в данном случае просто преобразует такому виду который бы интерпретировался ну как то есть уже можно было распознать тип данных а ну тут можно float еще добавить full вот теперь можно его сюда добавить то есть full 314 15 90 2 и 6 536 дальше я не помню 14 15 92 run run а вот туда для float я забыл да это show full f no show f вот ну видите да что в принципе здесь конечно разница очень большая да по количеству написанного кода поэтому python называет языком hile программирования проворного тут статьи классы какие-то можно создавать там ну типа например point 1.1 вот к структуре да изучили там задать структуру в питоне нам нужно задать класс класс class point мат обжиг наследовать его можно def init self x там y например да self.x равно x self.y равно y вот теперь если мы его запустим получается вот такая у нас штука что у нас здесь находится говорит о том что в модуле main ну модуль который запускается непосредственно интерпредатор называется main в модуле main есть такой класс point и от него сделали объект этот объект находится вот поэтому что на стеричном адресу в памяти машины вот если мы хотим его распечатать как point то мы должны сделать что-то вроде вот этого шоу да реализовать это делается путем задания стр или дисплей дисп стр он такой более универсальный то есть некоторые объекты self мы и получается вот этот вот стерк должен self преобразовывать строку то есть у меня return return point два placeholder ну шаблончик когда будем называть формат есть проще способ конечно распечатать но я люблю этот способ он такой более эксплицитный эксплицитный ну то есть явным образом показывает что мы делаем self.x self.y все запускаем и не работает почему-то особенность интерпретатора обычно работает очень хорошо есть еще правда репор вариант ну да репродакшн а ну да репродакшн репродакшн стыр это значит когда мы в стыру преобразуем да что-то я подзабыл уже ну в общем вот видите работает конструкция можно point отсюда убрать просто скобки оставить в общем что хотите вот ну и остался у нас язык c значит тут у нас все намного интереснее вот для того чтобы создать такую структуру нам нужно несколько структур создать сейчас я их нарисую сначала хотя почему не правильно я сказал union type dev сразу делаем type dev сейчас сначала struct type dev struct здесь у нас структура здесь будет нам еще понадобится type dev enum такая штука перечисление называется если я правильно его помню то оно примерно так выглядит если что я потом ошибки исправлю значит enum это набор целых чисел ну обозначающих ну что-то там какие-то классы вот нам нужны какие классы int давайте так е префикс добавим есть и ch е ch фл да вот мы их сделали теперь нам нужно поле которое будет обозначать вариант структуры так называть его забыл это будет val t val t val t t тип ну или не знаю там type есть такое ключевое слово или нет ну а дальше идет union 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 то же самое что структура только здесь получается union val тут есть варианты значит int i float f дальше char со звездой ch ну и char собственно а тут s наверное c так опять я ctrl s нажал вот у нас такая структура получилась это val time def struct и назовем его val так val t а просто вычитывать назовем значение и вот теперь нам нужно создать много таких значений val value а равно да и до пух памяти все это вспомнить так сейчас я пробую написать ну вот оказалось что я все правильно даже сделал но есть один нюанс печатать печатать эту структуру машину нам нужно еще научить самостоятельно потому что все нет таких вот автогенераторов поэтому давайте сейчас я запрограммирую наверно тоже все не буду делать как здесь строки сделал для целого членок так как они ну эти две структуры они очень сильно друг от друга отличаются поэтому давайте для них только сделаем сначала вообще для массива сделаем значит print v 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 в v v адресом первого элемента а так и мы говорим о том что он намекаем на то что он массив но по сути говоря массив и адрес первого элемента все это одно и то же поэтому мы можем просто value p написать ну или давайте value array так будет правильно опять нам нужна длина и сказать size t len for size t i у нас массив с нуля начинается image len i++ и как мы будем печатать мы будем печатать каждый элемент отдельно то есть print value получается а и т причем указатель на него всю структуру не передавать через тк а просто указатель так ну и в принципе можно перевод строки еще раз печатать print backslash n void print value value t со звездой v указатель на него получается ну и тут новая структура switch v type of ну надеюсь я правильно написал потому что я switch тоже довольно редко использую теперь кейс значение e int что дальше ну вот я обычно блок открываю хотя это всегда обязательно e int и в этом случае мы должны распечатать i print процент i запятая v v val здесь точка i так что вал это не указатель здесь обязательно break язык c у нас язык низкого уровня ну как он высокого уровня но среди высокоуровневых он достаточно низкого уровня язык поэтому если мы здесь break не поставим он к следующему кейсу перейдет к телу следующего кейса я стартах мы договорились делать еще один есть print процент с из проверки еще поставишь мы нам там пробелами ставить суть вроде понятно вывал точка с это указатель на первый символ то что строка это строка это у нас получается список символов массив символов но также для чарли тому подобным то есть там break break скобку закрыли а otherwise а default там default здесь мы можем себе распечатать сообщение о том что print type и printing is not implemented yet еще не не реализован можно кстати распечатать его на стдр стдр стандартный вывод ошибок стдр у нас инклудится добавляется точка с запятой всегда не забываем опять я попытался сохранить так что получается мы реализовали и теперь нужно хэллоуэм пусть остается print ray а так как у нас тут отладчиков нет да мы даже можем не узнать что у нас программа вылетела в конце окей поставим ну как слышим еще run switch надо посмотреть сейчас посмотрим надо просто switch кейс такой-то кейс такой-то кейс такой-то интересно куда у меня в голове офф взялся ну ладно наверно из кого-то рам а да у нас не print а fprint файл печатать int а int не добавил что-то включается vtype now type name value да ошибка value t и тут кстати тоже а 2 да у нас длина этого массива тихо вот вот слышим забыл давайте сразу два поставим run run вот 10 hello да можно можно здесь еще запятых наставить но тоже бесконтрольно тиск То есть, положим у нас тут, по-моему, в языке Alcoma как делают. У нас есть 32 бита, да? Нависуем здесь. 4, 4, 4, 4, да? 4, 8, 16. Еще раз делите его по вертикали. То есть, здесь 32 бита и здесь 32, 64 бита. Так вот, мы можем в качестве тега отделить первые 4 бита и их использовать в языке программирования, а остальные использовать для представления номер целого числа. То есть, такой подход, вот, он удобен, если вот эти конструкции у нас довольно простые, да? То есть, без строк, например. Вот. Но недостаток системы стоит в том, что если мы, например, будем складывать два таких числа, то предварительно мы должны их очистить вот от этого тега. Это первое. Потом присвоить тег результату. То есть, довольно медленно это все работает. Вот, насколько я, конечно, знаю архитектуру советских машин BSM6. Там вот 48-битовая система использовалась. То есть, 32 бита значения. Скорее всего, остальные биты использовались для тегов. И распознавание того, какие числа, например, с какими складывается делалось на аппаратном уровне. То есть, система была такая динамическая. То есть, компиляторы для такой системы, наверное, было очень хорошо описать. Ну, говорю, что я могу ошибаться, потому что спецификации я так по SM6 не нашел. Было бы, кстати, довольно интересно их посмотреть. Вот, еще вариант можно показать. Только я, наверное, программировать не буду. Язык Pascal, да? Язык Pascal использовался, ну, вообще используется для обучения программированию. Pascal Variative Records Free Pascal Wiki. То есть, вот как создается вот эта вот структура типа struct, да? То есть, вот то, что мы смотрим, это близко вот к этому. Ксишному, да? Ксишной конструкции. То есть, record, first name, surname, string, подобное. Это вот какая-то дата уже. А есть еще variable. Сейчас пробуем дойти. Вот, кстати, под запись, да? Substructure. А вот case у нас присутствует. То есть, case. MerchelState. Здесь, вы видите, нету в начале, да? Есть name, first, middle, last. Структура, да? Задает конструкцию, которая выражает собой фамилия, имя, отчество. Кстати, это и есть структурированное программирование. Когда мы не просто так first, middle, last записали внутрь рекорда, а мы еще подумали, что на самом деле мы можем отдельно выделить поле name и у него внутри сделать еще три поля. Вот этот name с одной стороны будет отображать имя, а с другой стороны вот эти три поля у него внутри включены. Значит, пол, male, female. Это один из вариантов, да? Date of birth, to date. И вот variable part идет. То есть, MerchelState. Специальное поле, это вот типа вот этого. Что-то не попадая я. Валты, да? Type. То есть, здесь видите, явным образом указано, что у него смысл именно такой, что она потом разделяет варианты. То есть, Unmarried, просто пустой тип, да? Получается, Married, Widowed, Married, Date, Time, да? А, это они имеют подраздел. Такое, Married, Date. То есть, когда-то вышла замуж и точка Married, Date будет Date, Time. Выдавит, соответственно, скобки нужны, чтобы приоритет был. Divorced, Married, Date, Divorced, Divorced, Date, Date, Time. Хотя тут напрашивается рекорд, не знаю, почему это сделано так. Ну, а, кстати, это тоже вариант тагированного значения. Ну и, в общем, тут примеры можете посмотреть. То есть, здесь явным образом в языке сделана связь между полем, который выбирает, обозначает вариант, да? И у нее тут такое название, если ты Marcial State. А где тут Marcial State? А, ну вот, Unmarried, Married, Widowed, Divorced, да? Действительно. А это кейсы, да? То есть, это просто кейсы, а это вариант структуры. Все правильно. То есть, это не поля, это значения. Вот просто байт можно указать. 0.1. Это, правда, специальный вариант какой-то. Я же не помню, потому что последний раз, когда я программировал профессионально на Pascal, это был 1995 год. Потом я перешел на C и C++. Вот. На Pascal чем удобнее, на нем простые программы довольно быстро можно писать. Они все компилируемые. Компилируются они очень быстро, потому что там нету таких конструкций, как, например, шаблоны C-шные. Это, конечно, мощная конструкция для обобщенного программирования, так называемого, но оно усложняет несколько. То есть, простые программы надо на простых языках писать. Так, ну, в общем, с этими структурами все, наверное, да? Если какие-то вопросы есть, задавайте. Пишите комментарии. Хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь. Лайки можно не ставить. Ну, спасибо за внимание. До новых встреч.